Друзья, всех приветствую! Я нахожусь на 20-м ювелейном Шанхайском автосалоне, где главной темой событий стали автомобили на альтернативных источниках энергии. В Китае к ним относятся не только электромобили, но и автомобили с гибридными двигателями. Шанхайский международный автосалон проходит раз в два года и является крупнейшим мировым событием в автомобильной индустрии. И общая площадь экспозиции здесь составляет 360 тысяч квадратов метров. Представляете? И сегодня, в первый же день, открывается только для журналистов и представителей СМИ. И посмотрите, сколько их тут! К сожалению, к некоторым экспозициям даже ближе не пробраться, потому что желающих первыми посмотреть на эти экспозиции очень много. На шанхайскую выставку я прилетел по приглашению компании HVL Motors Казахстан, которая входит в концерт Gridwall Motors. А Gridwall Motors, в свою очередь, подготовили несколько крутых новинок. Gridwall Motors на шанхайской выставке представляет пять следующих брендов. HVL, VEI, ORA, GVM POI и TANK, который, кстати, был официально представлен на прошлой 19-й шанхайской выставке. Так, давайте посмотрим, какие новинки и прорывные технологии подготовил GVM на этот раз. В ответ на тенденцию электрификации и интеллектуализации, компания GVM представила ORA в качестве своего первого бренда автомобилей, работающих на новых источниках энергии. Я считаю, что ORA очень привлекательная. Ретро-стиль в сочетании с современными технологиями. Отличный микс и этим ярко выделяется ORA. Электромобиль построен на базе платформы LEMON, одной из лучших разработок бренда. Ее особенности заключаются в простоте управления и высоком уровне безопасности. Благодаря ей, батареи как главный источник энергии защищены от перегрева и повреждений. ORA Punk Cat, ORA Bullet Cat, ORA Good Cat, как многие уже могли отметить, все очень похожи на Volkswagen Juke. Например, Bullet Cat красит специально в посельные цвета, чтобы машина понравилась женщинам. Именно для них и сделан автомобиль, получивший мягкость, плавность и особые режимы вождения. А эта ORA, напоминающая больше Porsche, пятидверный лифтпэк ORA Lightning Cat, строился также на платформе LEMON, позволившей сразу получить массивную батарею и возможность ставить два электромотора. До первой сотни китайский электрический Porsche разгоняется всего за 4-3 секунды. Необычная приборная панель, приятный интерьер, а вы бы взяли себе такой? Долгожданная новинка для нашего рынка, танк от Gridwall Motor, соглашение между GVM и Astana Motors, было подписано еще в прошлом году на международном автошоу в Таиланде. Таким образом, HWL Motor Казахстан получил статус официального дистрибьютора танк в Казахстане. Танк 300 построен на шасси HWL H9, под капотом которого располагается двухлитровый турбодвигатель, который выдает 200 лошадок. Машина может похвастаться понижайкой и блокировками всех деференциалов. Танк 300 уже в ближайшее время будет официально презентован у нас в Казахстане, так что первым же делом постараюсь взять на тест-драйв. По мне, очень интересная и ожидаемая новинка. Танк 500 выпускается с 2021 года, а в его основе лежит новая рамная масштабированная платформа. Автомобиль также имеет неразрезанный мост в саде и полный набор блокировок, но в дополнение является гибридом с трехлитровым турбодором на 349 сил, который работает в паре с 9-стюпенчатой коробкой передач. Тут уже совсем другое исполнение, даже обратите внимание на интерьер. По сравнению с Танк 300 создается впечатление премиального автомобиля. Говорят, первые положительные отзывы от покупателей были как раз про то, что в салоне обеспечивается премиальная тишина, и многие отмечали просторный салон. Way – это один из суббрендов Gridwall Motor, нацеленный на ценовой сегмент выше среднего. Его текущий флагман – кроссовер под названием Mokka. Это имя может кого-то посмешить, но на деле она означает вид кофейного напитка Mokko. Также Way показал миру свой первый 7-местный минивэн, как многие коллеги подчеркнули, китайский альфард Way Go Shan. Гибрид в основе создания которого лежит концепция безопасного интеллектуального автомобиля на новой энергии. На презентации HW показали кроссоверы с инновационной гибридной системой Xilong и Xilong Max. Ладший кроссовер в линейке Xilong из-за закрытой передней части автомобиля больше похож на электромобиль. По размерам Xilong меньше, чем Darko. Под капотом Xilong установлен 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 101 л.с. При помощи двуступенчатой гибридной коробки передач он сочетается с электромотором на 156 коней. А общая тача-система составляет 252 л.с. и 375 ньютон-метров крутящего момента. Привод только передний. Итак, друзья, вот так выглядит интерьер нового HW, посмотрите. Ну, монитор я вижу, что в принципе плюс-минус остался тот же. Так, примерно знакомый, как на Julian. Но руль уже совсем другой. Так, вот с таким интересным салоном. А Хавейл Xilong Max куда более представительный кроссовер, превосходящий своего младшего брата по дизайну, размерам и оснащению. Экстерьер Xilong Max цепляет взгляд фарами в виде бумеранг, безрамочной решеткой радиатора и скошенной задней стойкой. Салон Xilong Max оснащен блоком из трех экранов с диагональю 12,3 дюйма. А топовая комплектация также оснащается проекцией на лобовое стекло с диагональю 10 дюймов. В Хавейл гордятся внутренним пространством Xilong Max. В движение Xilong Max приводит также полтора литровый ДВС, но уже с мощностью 116 лошадиных сил. Ему помогают сразу два электромотора. Первый расположен на передней оси и генерирует 95 лошадиных сил. А второй приводит в движение заднюю ось и выдает куда более весомые 204 лошадиных сил. Совокупная мощность Xilong Max достигает 279 лошадиных сил и 585 ньютон-метров крутящего момента. До первой сотни он разгоняется за 6,8 секунд. Тут особо хотелось бы уделить внимание инновационной гибридной системе PHV. Ключевым отличием PHV от стандартного гибридного автомобиля является наличие дополнительной батареи в первоначальном варианте такого автомобиля. Ее большая емкость позволяет автомобилю проехать десятки километров. В случае Хавейл запас хода 110 километров. На низких скоростях за вращение колес отвечает электромотор, в то время как ДВС работает в качестве генератора. По мере разгона бензиновый движок подключается передним колесам посредством сцепления. Многие водители рассматривают автомобили PHV как своего рода знакомство с электромобилем. Промежуточный шаг между электромобилем и бензиновым автомобилем. Гибридные кроссоверы на рынке Казахстана ожидаются в 2024 году. Впрочем, неизвестно, сохранится ли труднопроизносимое наименование, или для рынка Казахстана выберут новое. Еще один представитель собачьего семейства кроссовер – Хавейл Эйдж Ток, подзаряжаемый гибрид с силовой установкой Лимон DHT. Такой Хавейл Эйдж Ток имеет бензиновый турбомотор с объемом 1,5 литра и электродвигатель с суммарной отдачей 326 лошадиных сил и 530 ньютон-метр крутящего момента. При этом известно, что расход топлива смешан в цикле у гибридов составляет всего 1,85 литра на 100 километров. За счет этого дальнобойность данной модификации может достигать тысячи километров. Также на шанхайской выставке впервые дебютировал безумный шестиколесный пикап от Крит Уолл Модерс, отличившийся целым рядом технических решений. Во-первых, китайские инженеры реализовали схему с тремя ведущими осями и пятью блокировками. Во-вторых, оснастили вездеход заряжаемой гибридной системой мощностью свыше 500 лошадиных сил. В-третьих, новинка удовлетворяет Критерием N1, аналог категории B. Намек на то, что шестиколесный пикап не просто шоу-кар, а готовый к серийному производству продукт. Из других брендов я не мог оторвать глаз от китайского мегаваттного киперкара Neo EP9 на 1300 лошадок. Появился этот электрический монстр в 2016 году. 14 октября того же года китайский монстр впервые выехал на Нюрбрюк Ринг и проехал кольцо всего за 7 минут и 5 секунд, поборов Nissan GTR Nismo и Porsche 918 Spyder. В мае 2016 года Neo EP9 вернулся на северную петлю и преодолел ее за 6 минут 45 секунд, оставив позади вообще все серийные автомобили. Но впоследствии этот рекорд, конечно же, был побит. Электромобиль Neo EP9 оснащен четырьмя электромоторами по одному на каждое колесо. Каждый из четырех его электромоторов имеет свою коробку передач. За счет этого машина получает привод на все колеса. Это обеспечивает лучшую управляемость на драссе. Портовый компьютер регулирует мощности при поворотах на каждое колесо в отдельности. Каждый мотор выдает мощность 200 кВт. Суммарно мощность составляет 1 МВт, что равняется 1340 л.с. Это позволяет данным резодокару разгоняться от 0 до 100 всего за 27 секунд. Столько новинок. Выставка настолько масштабная, что большую часть выставки даже не удалось за один день посмотреть. Но нас ждала насыщенная программа в Китае. Далее мы вполетели в город Баудин, чтобы посетить завод и технологический центр Критул Моторс. Изначально ее полное название выглядело как Баудин Критул Автомобайл Компани и занималась компанией производством мини-грузовичков. Но со временем превратилась в холдинг из почти двух десятков компаний, часть из которых занимаются сборкой автомобилей, а остальные производством комплектующих. Сборка кроссоверов Хавейл и Вейв основа ручная. Автоматически происходит вклейка стекол, присоединение подвески и силовой установки с кузовом и несколько других операций. Установка дверей, элементов салона и прочих деталей производится в полуавтоматическом режиме. При этом доставкой запчастей к конвейеру занимается автоматика. Беспилотный робот курсирует по заданному маршруту, привозя нужные детали к месту их установки. Я сам был впервые в таком месте и был впечатлен экскурсией. Спасибо Хавейл Мода Казахстан за предоставленную возможность. И кстати в шоуруме технологического центра нам выпала отличная возможность не спеша познакомиться со всеми новинками Гридвул Моторс. Так как на выставке не было возможности полноценно изучить автомобили. Даже рядом стоявший яркий электрический концепт-кар Вей Икс потерялся на фоне Вей Юань Мен. Ее формы в ретро стиле были предметом горячих обсуждений после презентации. Есть некие сходства с Ора, но формы более грубые. Я бы даже сказал, что если Ора китайский жук, то Юань Мен китайская победа. И этот ретро стиль отлично сочетается с современным модным интерьером. Что касается мощности, то китайская победа использует гибридную систему питания THT. Двигатель 1.5 турбо и электродвигатели в общей сложности которого дают 238 лошадок. В завершение нашего мероприятия мы выехали на новинках на испытательный полигон. На испытательном полигоне рядом с заводом воссозданы самые разные дорожные условия. Лотки, кочки, брусчатка, спуски и подъемы, хайвей и даже бенкинг. Именно здесь инженеры китайской компании учат свои автомобили ездить. А затем проверяют сошедшие с конвейера экземпляры. Надеюсь вам понравился новый формат. Ставьте лайк, подписывайтесь и оставляйте комментарии. До скорых встреч!